6H Plus, не заряжается аппарат, уже открывался, поэтому с легкостью открываем без нагрева заднюю крышку, открывался телефон, проклеен акриловым скотчем, стоит китайская батарея попробую поменять также как я меняю Galaxy 6, замена всего нижнего модуля будет достаточно трудоемкой и опасной, так как нижние кнопки меню заходят под тачскрин, поэтому будем использовать безотказную систему, которую я выкладывал, обычная простая методика замены разъема зарядки, уже порядка 150 штук поменял, все довольны, все отлично, можно посмотреть, что-то здесь мастер химичил, видите, да, состояние контактов, ну и здесь то же самое, видно, что побывала вода, тоже там непонятно, что внутри, короче, в результате аппарат не заряжается, что-то непонятно, китайская ли это батарея, они очень похожи, по-моему, вполне даже оригинальная, батарея, откуда взялась вот эта печать, по-моему, оригинальная батарея, я сбила с толку эта печать, и так, ну да ладно, с ней с печатью, нету винтика, здесь должен быть винтик, аналогичный модуль, сломанный, нижний модуль прихвачен винтиком, нету, нету, переставим отсюда, после замены, вот они нижние кнопки меню идут, под тачскрин, вот один шлейф, и вот второй, вот, можно, конечно, все это приподнять, заменить полностью шлейф, но, блин, не очень хочется, нужно залазить сюда, под рамку, пластиковым, как обычно, дисплей изогнутый, и вырезать, вот приблизительно вот отсюда, и вот это вот все срезать двусторонний скотч, для того, чтобы приподнять рамку и всунуть туда, поэтому обойдемся пока данным методом, проверенным, надежным, что в этом не писали в комментариях, и так, вот так вот приподнимаемся, конечно тут, не знаю, ничего не оторвано было до нас, так как мой телефон был в воде, и сюда лазили, сушили его, не знаю, как его сушили, но здесь пермоскотч явно не снимали, непонятно, где здесь была вода, не вижу следы влаги, сушили, еще здесь сушили, скорее всего вода проникла сюда, попала в разъем, и дышу, что телефон был в воде, и так, для снятия данного разъема я ставлю 250 градусов, вот так вот просовываем аккуратно защитный экран, чтобы не спалить ни батарею, ни амулет, и аккуратно снимаем с добавлением флюса, наносим недором и аккуратно снимаем с добавлением из пакет, и так, чтобы не петь в землю, чтобы не поверить collaborative, если чуточки touchdown, и так, чтобы не помочь, но разъема я поставил с жидкостью с жидкостью. Закручиваем обратный винтик, смело, теперь можно работать непосредственно с самими контактами, давайте я полы же выставлю в зо, чтобы было видно, убираем прокладку, которая все равно уже испорчена, добавляем флюс, убираем оплеткой, нас интересуют передние отверстия, задние не столь важны, для того разъема, который я буду ставить, разъем от старого телефона, старого самсунга, образно говоря старого, все, поверхность готова, чистая, аккуратная, вот он, тот сам разъем, galaxy трендер какого-то, там из них не знаю по счету, он прекрасно подходит сюда, на шестой galaxy, немного отличается, отличается немного, ножки, галакси эйдж, вот, в galaxy обычного, вроде бы входит, вплощает. kr2 всё, пение контактной, ножки всуали. Болея флюз. Болея флюз. Болея флюз. Болея флюз. Болея флюз. Болея флюз. Непосредственно сами контакты здесь вот я делаю это под микроскопом Постараюсь припаять так без микроскопа чтобы было видно сложные еще нету Флюс крупой И так перемещаюсь под микроскоп Итак Перепаяем под микроскопом Быстренько И очищаем Отработанный флюс Застёгиваем Как сел Вот так вот получилось Ну как и все остальные Пробуем Появилась батарейка Ну и зарядка пошла соответственно Ну а Оригинальный разъем, ни разу не ставил их, но у меня их и нету, и необходимости не вижу, прекрасно держатся эти, все, зарядка идет, все отлично, всем спасибо за внимание, до новых встреч!